Тема эта, безусловно, очень болезненная для Украины, ведь 60% наших граждан живут за чертой бедности. Это по официальной оценке ООН. Если говорить конкретно об украинских пенсионерах, то бедными официально признаны около 80%. Эти данные полезно держать в уме, читая новости об отказе целых городов в нашей стране от горячей воды и других централизованных коммунальных услуг. Вот, например, в Горсовете Одессы на этой неделе отличились. Мол, существующие системы снабжения людей проектировались 50 лет назад, в эпоху дешевых энергоресурсов. А сейчас все подорожало, и централизованно поставлять горячую воду уже невыгодно. Но правда ли это? И что делать обычным людям, которые часто в еде себе отказывают, чтобы жить все-таки цивилизованно, с горячей водой и теплом? Продолжить тему Павлина Василенко. Это состояние наших сегодняшних тепловых сетей. Вот, эта труба служила с 64-го года. Одесские трубы, как и коммуникации всех украинских городов, дряхлые долгожители, отработали вдвое больше нормы. Ржавые, дырявые. Их все лето латают, чтобы зимой были отопление и горячая вода. Горячей воды-то летом не бывало. По три месяца, а то и по четыре. Нет выхода. Если бы она шла круглый год, как положено, и нормальная шла, температура была бы, то, наверное, люди бы не ставили бойлеры. Проще было водой пользоваться. В Одессе посчитали. Из дырявых труб вытекают миллионы. И решили отказаться от централизованной подачи горячей воды. Прикручивать кран планируют плавно, 21-го года. Пока, уверяют, горячая вода будет по плану. А потом у всех должны появиться бойлеры. У кого за свои деньги, у кого за казенные. Для социально незащищенных слоев населения городскими структурами будет выделяться финансирование. Будут установлены автономные электрические бойлера. Что такое тотальная бойлеризация, уже давно знают в Черновцах. Горячей воды в городе нет уже несколько десятилетий. Выбора у горожан тоже нет. Не хочешь закаляться, ставь или колонку, или бойлер. Сама вода, можно сказать, что не роскошь. А вот горячая вода, чтобы ее подогреть, а это уже роскошь. Количество городов на автономке. Без централизованного горячего водоснабжения с каждым годом растет. И дальше больше. Люди начали переходить и на автономное отопление. Закарпатье. Первая область, которая полностью отказалась от горячей воды и отопления. А в прошлом году и вовсе произошел парад коммунальных автономий. Трусковец, Никополь, Марганец и Покров. Автономизируются они только в глубинке. Вот Бородянка, городок за 50 километров от Киева. Несмотря на близость от столицы, горячая вода здесь исчезла еще в конце 90-х. Теперь половина домов с газовыми котлами. По закону отказаться от центрального отопления может каждый, написав заявление. Но разрешение на отключение квартиры и переход на автономку должна дать местная власть. Очень часто, что от окремления ставят перед фактом, что он отключился. Без дозвольных документов, без ничего. Сказал, что я не могу платить и отключился. Если мы видим, что дом уже 90% отключился от центрального отопления, то мы уже с людьми как-то работаем, проводим сборы, чтобы все-таки этот дом уже отключить от него и чтобы он перешел на самостоятельное отопление. Установка автономного газового отопления удовольствие недешевое. Примерно 40 тысяч гривен. Александр свою двухкомнатную квартиру на газ перевел 10 лет назад. Тогда и цены были ниже, и разрешение давали легче. Теперь в его доме устанавливать газовые котлы не разрешают. Труба не выдержит. Люди переходят на электроотопление. Дешевше заработать, что в розетку, скажем так. Поставить конвиттеры, а тепловые панели, они заработают нормальные цены, адекватные. Вся система еще с советских времен заточена на централизованную подачу тепла и горячей воды. Приверженцы автономизации кивают на Европу. Мол, там все индивидуально. Но так ли это? Это Германия. Здесь преимущественно стоят мини-котельные. На дом несколько домов или район. Бойлеры. Раньше они были во времена ГДР. Во многих панельных домах был газ. И при помощи бойлера люди грели воду. Я сам вырос в такой квартире. Сейчас такого уже нет. Выгоднее и безопаснее подавать горячую воду централизованно. Большинство немцев квартиры не покупают, а снимают. Стоимость горячей воды и отопления уже включена в арендную плату. В среднем это 120 евро. Устанавливать в квартирах автономные системы чаще всего запрещено контрактом. Отказаться от теплой аренды нельзя. Должников, если не платят, выселяют из квартиры. Иногда бывает, что летом, когда проводятся профилактические или ремонтные работы, несколько недель вода не такая горячая. Но тогда всех жильцов заранее предупреждают и предлагают снизить плату. Но чтобы воды не было несколько недель, это невозможно. Именно некачественные коммунальные услуги за солидные деньги – главная причина массовой автономизации в Украине. Но это может обернуться упадком всей системы. Возникает ситуация, которая уже давно есть в некоторых регионах Украины в зиму, когда в опаливный период не хватает тиска в газовой системе. И весной, и весной, и в зиму будет проблема, что просто не будет ставать электроэнергию. Не можно там анархичные решения принимать без очень жесткой экспертизы государственной. Потому что если что-то в Ника Политрапеце, который на Металобрук сдал свою тепломережу, або в Марганце, або в других местах, покажите техническую и экономическую экспертизу. Покажите, кто вам поставил вердикт, что это можно делать. Потому что если у вас будет катастрофа, авария, то государство вас будет спасать. Модернизировать внешнедомовые и внутридомовые сети – это миллиарды долларов и десятилетия работы. Поэтому выгоднее просто отключиться от услуги. И государство пока пускает ситуацию на самотек, перекладывая ответственность на местную власть и людей. Павлина Василенко, Андрей Анастасов, Ольга Паломарюк, Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение следует...